Ну, здесь надо назвать вещи, мне кажется, своими именами. Действительно, то есть вот фактическое положение дел каково. Примерно 8200, плюс-минус, 8200 человек врачей сегодня работает в Алтайском крае. Напомню, ну, мы все край себе хорошо достаточно представляем. На вот 2 миллиона 330 тысяч человек жителей края у нас считалось на начало 2019 года. Некоторые демографические процессы продолжают происходить. К сожалению, это приводит пока к снижению численности жителей края. Ну, в общем, цифра примерно 2 миллиона 300, 2 миллиона 300 с небольшим. Это достаточно корректные цифры. Так вот, для той системы расселения, вы знаете, у нас большое количество сельских территорий, более 43% жителей наших живут на селе. Для той системы расселения, для той организации жизни, которая в Алтайском крае на сегодняшний день сложилась, конечно, это количество врачей недостаточно. На сегодня можно сказать, что на несколько тысяч врачей, вообще говоря, было бы правильно, чтобы учреждения здравоохранения краевые в своем штате, значит, имели. И эти люди бы работали. В связи с тем, что их нет, естественно, работает механизм совмещения, совместительства. И сегодня он у нас, наверное, более 1 из 7. То есть все практически подрабатывают, все закрывают те ставки, которые нужны вообще по делу, но врачей нет, поэтому эта проблема существует. Для решения острых вопросов, особенно привлечения, скажем, врачей в сельскую местность, работают несколько механизмов, такие, как вы знаете хорошо, сельский фельдшер, земский доктор. Работают такие программы, которые позволяют тем врачам, которые приняли решение и готовы переехать, жить и работать в сельской местности, получать повышенные размеры подъемных, там полмиллиона в случае с фельдшером, миллион в случае с земским доктором. Нельзя сказать, что это полностью позволяет нам вопросы закрывать, но где-то острые моменты. Мы должны планомерно и точно так же неуклонно работать над вопросами материального стимулирования наших врачей. Да, сегодня есть определенные ориентиры, на которые край должен выходить с точки зрения уровня заработной платы. Они выдерживаются, но в силу того, что этот самый уровень, он у нас объективно, так вот вся экономика в крае сложилась к сегодняшнему дню, объективно он низковат. Это показатели средней заработной платы, среднего дохода от трудовой деятельности, на который мы ориентируем заработную плату врачей. То, конечно, здесь несколько мы пока теряем в конкурентной способности побороться за молодых специалистов, да и за опытных тоже. Поэтому будем в этом направлении работу проводить. К сожалению, вопрос такой есть, он системный для края. Ну, значит, только системные и последовательные шаги могут нам помочь разрешить эту ситуацию. Мы с вами цифры открываем и смотрим, вот Кемеровская область, вот Новосибирская, вот Красноярский край, вот Томская область, вот Томская, вот Алтайский край. Мы где? Ну вот мы здесь, мы в конце списка. А что тут, как я скажу, что мы у нас лучше всех, что ли? То есть это, вы можете сказать, невозможно. Поэтому, понимаете, низкий уровень социально-экономического развития по некоторым направлениям, это объективная такая ситуация, которая в крае сложилась, и сложилась она не за один год, и даже не за десятилетия. Называть вещи своими именами, это ведь, наверное, правильно. Это нам дает возможность, понятно, оценить текущее положение дел, выяснить, где чего у нас слабо, и от этого начинать строить свои планы по улучшению различных направлений нашей жизни. Вот поэтому я не думаю, что при том, что, к сожалению, пока по ряду показателей мы внизу, внизу, таблицы, скажем, регионов нашей страны, я не думаю при этом, что край наш бесперспективный. Десять лет разные люди в разных составах приходили к одному и тому же выводу, что мы, наверное, будем сохранять существующую систему выборов градоначальника. Но и надо сказать, что и та система, которую вы называете прямые выборы, и опосредованная система, когда через делегирование этих прав и полномочий, и возможностей депутатам городской думы, и та, и другая модель, они работающие. И в той, и в другой модели в конечном итоге в городе будет градоначальник. И та, и другая модель имеют свои минусы, имеют свои плюсы. Ситуация началась с чего? Я уже работал губернатором, руководители нашего блока развития ко мне пришли и сказали о том, что вот давно уже существует инвестор такой, который, значит, предварительную работу по изучению того, где такой отель можно было бы разместить, уже давно провел, и вот они остановились на этом участке. Как там предварительно с ними работа была проведена, я просто не знаю, не мог бы знать. К такого рода объектам предъявляются определенные требования по поводу расположения, по поводу наличия расположения географического в той или иной части города, где они собираются это делать, расположения относительно каких-то административных центров, культурных центров. У меня у самого сразу были сомнения, что там будет сложно найти взаимопонимание. Причем ведь, знаете как, ведь не обязательно, чтобы большинство было против строительства там объекта. Вот в чем история заключается. Ведь если, например, против только 30%, а 70% за, вот что с этим делать? И, кстати говоря, ну за особенно никто и не выяснял. У меня есть такое представление, что где-то на такую среднесрочную, а может быть и далекую перспективу, похоже, в этой части города вообще ничего нельзя делать. Вы правильно сказали. Какое-то такое вот сакральное, так сказать, отношение к этому, ко всему, что там у нас на сегодняшний день есть, и нежелание этого менять, оно присутствует. Ну, вероятно, с этим придется и даже нужно будет согласиться и принять. Вот если только к краевой администрации завтра митинг не придет, из нескольких сотен человек, которые потребуют там что-нибудь построить, тогда можно... Очевидно, да, мы с вами видим какой-то такой своеобразный флешмоб шагает по стране, да, губернаторских решений. Ну вот, я, откровенно говоря, серьезного запроса со стороны жителей края не вижу, не слышу, по поводу того, чтобы 31-е сделать выходным днем. Ну, руку на сердце положа, надо сказать, что и так этот день всегда, выходной, не выходной, он и так всегда является, ну, в какой-то степени предпраздничным, и чуть-чуть пораньше люди с работы уходят, и уже в этот день приходят, и в приподнятом настроении, доделывая, как правило, какие-то итоговые дела, естественно, не оставляя, значит, перед длинными праздниками каких-то серьезных вопросов, чтобы именно в этот день обсудить. Поэтому, ну, так, исходя из того, что планируется как-то людьми всеми своя деятельность в этот день, кто отгул возьмет, кто, если уж сильно надо, кто день к отпуску, кто в конечном итоге придет и будет какую-то простую работу делать, не садясь за стратегические планы развития чего-нибудь на какой-нибудь период дальний. Поэтому ничего, ну, это же привычное дело, 31-е, рабочий день, и увиделись с коллегами, и поздравили друг друга, что-то пожелали. Вот, я так на эту ситуацию смотрю. Ну, как-то вопрос этот всерьез, по-настоящему не ставился и не обсуждался. Все мы знали, ну, примерно с 1 января этого года о том, что 31 декабря в этом году рабочий день. Ну, я не вижу необходимости нам здесь что-то ломать, тот порядок вещей, который уже на самом деле устоялся, мы же с ним согласились давно, и так и понимали, что этот год так закончится. Вот, поэтому я против.